Спиралью пытаешься выйти из боли, ой, тяжкая доля страдания. Распахана скальпелем плоть моя поля, прямым попаданием в здание. Волна забытья и ожог возвращения бинтует двойное сознание терпением. Как тяжко движение руки отдается пронзающим скриком из тела. Расторгнутые члены рассыпались кости, и связи у чресла ослабели. Когда вот такое внезапно случится, мы снова по-новому можем учиться. Как плотно, как дружно, без боли жилось всем клеточкам тела и жилкам во мне. Болезненной болью разрозненно просят сращения в страшном сгорае огне. Огонь разделения швом неминучим, порезом кровавым к единству приучит. А ночь бесконечная в крики исходит, туманит рассудок, срываясь на стон. Душа истомленная жаждет свободы, забыть, уйти в исцеляющий сон. А что за страдание застынет в лице, в исходе души и при общем конце? Усопшие, мнится, уже отстрадали. Но, вспомнив о вечной душе, представим бездонность неведомой дали. И муки, начало уже. Какая ужасная участь! Все помнить хотенье мучается. Припомнивши муки Христа и святых, на колях насаженных с камнем в пучине, Я в собственной боли умолк и затих. О, только бы в вечности мне не погибнуть! И верой страдание свое закипсую, да будет оно ко спасенью, не в суе. 1985 год, январь-июль Барнаул, больница